Так, время 6.40, я уже собрал палатку, сейчас я, кашка запарится, чай попью и в путь. Приехали какие-то ребята на мотоцикле, ну, видимо, рыбаки местные, надули лодку и спустились вниз, я их еще увижу по пути. Вот, так что все пока что идет по плану, за исключением того, что в 40 минут я хотел уже быть на воде, но пока что еще на береге, спал долго, ни разу не проснулся. Береза засыхает. Ладно, сейчас пока нет времени особо снимать, нужно дела делать, на воду встану, тогда отчитаюсь. Итак, о планах на сегодня. Ну, поговариваю тут впереди опять обносы, завалы, до озер остается 7 километров, что в принципе немного, вчера я прошел 5 за 4 часа, сегодня у меня в запасе часов 10 получается. Ну, наверное, до озер я сегодня дойду. Вот, сейчас до обеда буду работать веслом, а там посмотрим, будет ясно, какой у меня темп, какая обстановка. И буду думать, если случится чудо и получится сегодня перемахнуть озера, хотя, вряд ли, конечно, говорят, они тоже мелкие, но посмотрим, что там вообще за обстановка, то буду сегодня прорываться к Егорьевскому шоссе. А если не получится, то где-нибудь встану перед самыми озерами, чтобы завтра день посвятить им. Ночью дождик был, оставлял штаны сохнуть, носки и стельки. Ну, теперь получается, что столяне еще сырее, чем были вечером. А вот еще какой-то домик. Глянь-ка, да изба. Одно окно пластиковое, труба. Кровлю в хорошем состоянии. И заводь там небольшая. Решил остановиться, немножко размяться, уже час в пути. Нашел вот такой вот косух. Небольшую. Рядом лодочка стоит. Такая же зеленая. Вот моя. Посмотрел по навигатору. Смотрю, а он покажет, что здесь дорога проходит. Какая дорога, непонятно. Присмотрелся, и оказывается, действительно. Спуск к воде. Видимо, брод. Через брод здесь ездит. Должно быть очень не глубоко, раз машина проходит. Видно каменистая. Хотя, в общем-то, везде песчаная. И вон на той стороне выезд. На снегу виды следы шин, явно. Недавно ездили. Еще дождем не успел смыть. Может быть, вот несколько дней назад. Впереди все затянуто не то ряской, не то вот этой вот зеленой зацвела вода. Верный признак, что крупный завал. Течения нету у воды. И она начинает по поверхности зацветать. Вал 장난办. Не было небольшой. Валига. Не было небольшой. Н Growl. Матер. Да. Я пойдуеш inventил лесбураль. но зато нет просто монотонного гребежа постоянно приходится думать лавировать между корях вроде все можно дальше идти какое-то время а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот в конце фильма прокурор вывозит всю компанию отдыхать на природу, на озера. Зачем-то. И пейзажи один в один. Болото, только сумерки и туман. Обстановка, ну прямо, я бы не удивился, если бы мне сказали, что снимали ровно вот в этом месте. Так, и куда? Хе-хе-хе. Может быть, получше будет. Давай-ка мы сверимся со спутником. И непонятно, по какому рукаву идти. Правый, вроде бы, прямой. Левый. Но зато идет через лес, не через болото. Ладно, пойду по правому рукаву, посмотрим, чем это закончится. Левый. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну посмотрим, сходим Дальше вроде ничего становится Там, вон еще один завальчик Да, правый рукав не очень Видим, придется по-левому обходить все-таки Ну, левый рукав выглядит чуть ловчее Ну вот, переместились обратно в левый рукав Сейчас попробуем протащить через забор Два забора И плотинку Бобровью Такс Ну что, поехали Проводим Посладим Носом туда Отлично Ух ты Дальше, я так понимаю, садится бессмысленно Идем дальше Водоросли Все по-тарковскому Вы не поверите Ну, оказалось, что Сапборд Клевая штука Так долго, конечно, не проедешь До первого удара Но По крайней мере Время экономит здорово Помыть надо будет О, стой, 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 стой Меня засосал О Ну, вот еще одна ипостась Бескаркасных байдарок с надувным дном Пожалуйста Что-то какое-то коротенькое Надо подлиньше Очень аккуратненько Хорошо Хорошо ну чё садимся едем дальше аккуратненько аккуратненько проходим опа сел что ли рассказывай еще вспомнилась картина тоже советская помощь 65 года санофрием в главной роли северный вариант тоже пейзажи очень похожие про нефтяников которые ну даже нефтяников а геолога разведчиков которые бурили скважина в поисках нефти в месте называющиеся гиблой протоков ну вот там точно примерно такие же пейзажи болотца чахлые деревца коряги разные но очень живописно конечно не то что у меня даже шестьдесят пятом году а 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 калина красная а каля а каля берега просто огромные да в этом течении был же больше похоже на мельерационную каналу высокие берега заросшие сокой узенькое русло но зато довольно глубокое что радует нету дров нету завалов нету корях но вернее не есть на их мало если такие вот разные мелкие неприятности но в целом перед озерами она становится очень даже проходимой приятной речки назад вес железка отсюда интересно что примерно в этом месте где-то на картах есть обозначение неизвестной часовни очень хотелось выйти на берег и посмотреть что она из себя представляет но из-за того что осока тростник чуть выше головы выйти на берег возможно не представилось пришлось взлетать и смотреть с воздуха но облетев несколько раз окрестности я так и не нашел искомой часовни может быть ее никогда не было может быть она уже разрушена хотя никаких останков ее тоже обнаружить не удалось ни во время пролета не позже после монтажа если кто-нибудь видел ее знают что это за место что это за обозначение пожалуйста напишите в комментариях очень интересно если когда не туда вернусь обязательно постараюсь пробраться может быть весной когда трава будет не такая высокая если она конечно ложится или в какое другое время или по крайней мере смогу изучить ее с воздуха кроме того удалось посмотреть что представляет собой бужи в этих местах в среднем течении протекала она явно по бывшим болотам изрезанным мелиорационными каналами имеет несколько русел которые то разбегаются то снова собираются в одно течение все также практически отсутствует поэтому определить направление движения проблематично приходится постоянно сверяться с картой поэтому если планируете осенью ходить побуже обязательно берите с собой навигатор он очень сильно поможет примерно к часу дня вышел на открытое пространство ветер гулял настолько сильный что микрофон задувал ничего не было слышно здесь должны были начаться большие озера перед основным каскадом но из-за низкого уровня воды они все пересохли дно выступило наружу и по расход росняком вылазить из водки нельзя потому что любой шаг затягивает на полметра можно было только сидеть байдарки и наблюдать за тем что происходит вокруг из-за сильного ветра скорость очень упала поэтому приходилось грести в два раза сильнее кроме того почему то упал уровень воды видимо потому что река стала русла стала довольно широкая на дне по дну озера фарватер как таковой не очень сильно выделяется ну тоже прибавляла сложности своих средняя глубина примерно 10 сантиметров весло постоянно чиркает а был байдарка гребля в таком режиме занятие довольно утомительное потому что нельзя не остановиться тебя тут же начинают сносить назад нельзя не выйти отдохнуть потому что причалить некуда везде ил 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 на много метров вниз топе необычно сознавать что вокруг несколько месяцев назад все было покрыто водой и ты идешь буквально по дну озера через какое-то время удалось найти сухое место где можно было отдохнуть где можно было высадиться это был брод дорога из села тюрвище дорога явно давно не езжена нету следов шин те которые есть давно смылись ну и не совсем понятно как в этом брод можно преодолеть на машине потому что по дну озера идет достаточно толстый слой ила даже если наступить на песок кажется что но песчаная тебя затягивает по колено весь остальной путь до святого озера был борьбой с ветром отдыхать приходилось примкнувшись берегу но не вылазя из лодки песок под ногами очень обманчив его толщина всего пару сантиметров а под ним толстый-толстый слой ила погода портилась небо затягивалась тучами нужно было что-то делать в конце концов я вышел к святому озеру стало понятно что осенью ходить по святому озеру без навигатора не следует она представляет из себя на низкой воде множество различных проток с практически отсутствующим течением из-за того что дно озера поросло тростником ничего не видно вокруг нет никаких ориентиров кроме солнца до направления ветра на двигаться приходится буквально на ощупь пытаясь пройти туал по одной то по другой протоке все это усугубляется довольно низким уровнем воды теперь байдарка практически ползла по его ближе к центру озера сопротивляться ветру стало невозможно выход был один искать место для стоянки и к счастью в этот момент удача повернулась ко мне лицом ну каким-то чудом я все-таки выгреб из того болота ветер меня отнес на противоположную сторону озера вон туда где лесок дальний оттуда я увидел небольшую беседку решил чтобы то не стал подойти сюда примерно 40 минут против ветра у меня занял поход оттуда до этого берега и когда я подплыл увидел что здесь есть еще какой-то домик что за домик я не знаю и что за беседка не знаю но перекусить мне надо точно и попить что нить потому что сил уже не осталось да и может быть ветер стихнет мое почтение ход очень уютно и никакого неприятного запаха стол на столе сковородка пепельница ножек наверх лестница на чердак здесь вторая комната с печкой везде двухъярусной кровати но это комната прохладнее правда в общем не знаю как насчет остаться здесь но покушать если приготовлю откуда-то упало гнездо шершни либо притащили разломали где-то здесь она была пахнет медом странно почему так сейф висит всему закрытый точно но и значит не мое дело так беседка можно было бы в беседке но ветер сильный будет задувать пламя в общем в домике посижу немножко да пойду на свои осели останусь не знаю вот разложился еда байдарка озеро сублиматы на столе сейчас скипятится и попью чего-нибудь с сахаром а то уж трясет вообще сидя конечно в этом доме хочет сказать спасибо людям как бы это банально не звучало который его сделали потому что ну как бы остановиться здесь негде совсем место очень мало кругом болото встать негде здесь можно постоять переночевать немножко если будет желание но я не уверен что мне будет желание время все таки еще не работать и работать но отдохнуть стоит потому что мышцы забиты общая усталость да и погода не айс может быть часик отдохну и видно будет пойду когда здесь кто был последний раз чтобы узнать но все чистенько все аккуратненько в общем по зрелому размышлению я подумал и понял что лучше наверное будет остаться здесь по крайней мере до ближайшего места откуда можно сняться отсюда 4 километра по прямой если не по прямой против ветра до километров пять то есть засветло я там навряд ли буду время уже 4 даже больше 4 10 по темноте ставится такое себе собираться если там на машине тебя будут выдергивать тоже удовольствие ниже среднего тем более что вроде как и никуда не спешу не обязательно на сегодня уезжать плюс есть опасность засесть денег на озере также выл и не туда и не сюда и долго выбираться а если и ночь за этим занятием застанет так вообще так что по совокупности причин включая погоду сентябрьскую температуру и ветер я решил ёлки-палки там чё яблони вот так номер я решил что останусь наверное в этом гостеприимном домике займу одну куйку из множества завтра с утра сварю кофейку смотрю на погоду и двинусь завтра будет уже абсолютно точно последний день а пока что отдыхать заряжаться сушиться отогреваться ну чтож вот и вечер может спать время десять никого в домике нету видимо сегодня уже никто и не появится завтра рано вставать как обычно договорился что заберут меня чуть пораньше у Егорьевского шоссе но все равно в день предстоит довольно тяжелый особенно если ветер не утихнет но я надеюсь что все будет хорошо в общем будет день будет пищи так закончился этот день что ж подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч на улице сезам